Девушки отдыхают Девушки отдыхают После подписания капитуляции Германии в Карлхосте и Японии на линкоре Миссури прошло уже довольно много времени для того, чтобы каждый эпизод долгой и кровавой Второй мировой войны мог быть проанализирован со всевозможной объективностью. Ненависть и другие острые чувства, безусловно, помогают победе над врагом, но мешают осмыслить достигнутое и сделать верные выводы для будущего. В нашем цикле фильмов каждому месяцу Второй мировой войны будет соответствовать одна серия. Всего их будет 84. Таким ключевым месяцем войны, как май 1940 года, июнь 1941, ноябрь 1942 и июнь 1944 мы посвятим по две серии. Этот принцип, этот подход позволит увидеть большую войну в совершенно необычном ракурсе, как непрерывное действие и противодействие воюющих держав. Ведь иной, лишенный крупных сражений месяц, для понимания и развития событий иногда гораздо важнее, чем тот, в который происходили заранее спланированные битвы миллионных армий и флотов. Например, неужели август 1939 года для истории Второй мировой менее значительен, чем последовавший за ним сентябрь? Субтитры подогнал «Симон» Взаимное недоверие, любил повторять Иосиф Сталин, это хорошая основа для сотрудничества. Летом 1939 года в Европе взаимное недоверие было тотальным. Никакие клятвы в дружбе, сотрудничестве, детально расписанные договоры не давали уверенности даже в самом близком будущем. Диаметрально противоположные интересы крупных европейских держав рождали всеобщую ложь и обман. Лето выдалось удушливое. В Восточной Европе горели леса. Впрочем, на всеобщем фоне подозрительности и поиска потаенных мыслей выделялось одно абсолютное доверие. Это доверие оказалось роковым для мира. Правительство Польши безусловно и бездумно слепо доверяло правительствам Великобритании и Франции. Надеялось на немедленную помощь, в том числе и военную, в случае любого покушения на польскую независимость. Любого это значило. С запада Германии, с востока Советского Союза. Но Туманный Альбион, как называют Англион, потому и туманный, что англичане, как правило, скрывают свои намерения даже от своих ближайших друзей, чтобы побеждать, не принося на алтарь победы, излишне весомые жертвы. Польша в августе 1939 года вела себя по отношению к Германии и Советскому Союзу задиристо, неразумно и недальновидно. Немецкое население в Западной Польше, до Первой мировой войны эти земли были германскими, подвергалось несправедливым притеснениям. Это не пропаганда Геббельса, совсем нет. Так было на самом деле. И германские ноты польским властям имели глубокие основания. Психологически это понятно. Выпал редкий случай. Малая нация, польская, управляет представительной большой, немецкой. Вот уж мы им покажем. Существовала еще одна болезненная заноза в европейском теле. По Версальскому договору германский город Данцик был объявлен вольным, и доступа к нему Германия не имела. Население Данцика было исключительно немецким и, конечно, тяготело не к Польше, а к своей исторической родине. Польское правительство решительно отказало Гитлеру в каких-либо возможностях решения проблемы Данцика. За спиной поляков стояла, конечно, Великобритания, но по мере приближения войны образ англичан, как всегда, начал окутываться плотным туманом, как и их желание помочь полякам. Польша, к несчастью своему, этого тумана не видела. По Версальскому мирному договору условно побежденная в Первой мировой войне Германия должна была выплачивать громадные суммы репараций до 1988 года. В течение 70 лет подряд. Это только одна из статей Таргашевского безумного договора, не считая утраты немцами значительной части исконно германских земель. Историческая справедливость заставляет принять утверждение, что у Гитлера были основания для того, чтобы объединить всех немцев и вместе с ними вести борьбу за отмену Версальского договора. К августу 1939 года в германские рейх были возвращены Саар, Судеты, ликвидирован особый статус Рейнской области, присоединена германоязычная Австрия. Оставалась проблема Данцика и восточных германских земель, переданных Польше согласно Версальскому договору. Если бы он дожил до Нюрнбергского процесса, и если бы там судьями были представители нейтральных стран, его могло бы быть уготовано место на скамье подсудимых. При этом уголовных деяний он не совершал. Он всего лишь придумал политику умиротворения и слепо следовал ей. Его звали Артур Невил Чемберлин, с 1937 года премьер-министр Великобритании. В марте 1939 года Чемберлину исполнилось 70 лет. Гитлер приготовил британцу своеобразный подарок. Вермахт вошел в Прагу, и Чехословакия перестала существовать. После мюнхенского предательства Чемберлин прилетел в Лондон, потрясая леском бумаги, который, по его мнению, гарантировал европейцам долгий и прочный мир. Листок этот оказался фиговым. В предощущении развязки в европейских столицах началась лихорадочная дипломатическая деятельность. Англия и Франция согласились на переговоры с Советским Союзом военных миссий, но начинать их явно не спешили, отправив делегации морским путем в Ленинград, откуда они, не торопясь, прибыли в Москву. Их путешествие длилось целую неделю, в такой исторический период, как мы знаем сегодня, когда каждый день был уже на счету. К тому же во главе английской и французской миссий стояли второстепенные по званиям и должностям лица, не имевшие полномочий на подписание каких-либо весомых соглашений. Формально по ходу этих переговоров к Советскому Союзу нельзя было предъявить претензии. Советскую делегацию возглавлял народный комиссар обороны маршал Ворошилов, и он, казалось, был готов к масштабному сотрудничеству с западными странами ради сохранения мира в Европе. Но коллективной безопасности достичь не удалось, потому что Англия и Франция лишь играли в переговоры, а Сталин по секретным дипломатическим каналам ввел далеко не бесплодную косвенную переписку с Гитлером. Все три участника московских посиделок на самом деле тянули время, как выигрывающая футбольная команда перед финальным свистком. И этот неизбежный во времени сигнал прозвучал. Сначала казалось, что в прямом выигрыше остался Сталин, но после молниеносного разгрома Франции и в СССР поняли, что в августе 1939 года проиграли все. Еще на 18-м съезде партии большевистской в своем выступлении Сталин прямо сказал о том, что так называемые демократические страны, Англия и Франция, являются основными поджигателями войны. Мы не будем расставлять оценки, кому 5, кому 2, но ведь проблема в том и состоит, что мы не должны забывать Мюнхенский сговор 1938 года и политику канализации германской агрессии на восток. Началась большая игра. Большая игра состояла в том, что каждая из сторон, так называемые западные демократии, сталинский режим и национал-социализм боролись за союзы, за то, чтобы не остаться в одиночестве. Действительно, Сталин страшно боялся остаться в одиночестве, но более того, он считал своей задачей оставить в одиночестве потенциальных оппонентов. В каком-то смысле развести Германию, Англию и Францию ему удалось. В середине августа лидерство в сотворении мировой истории безоговорочно принадлежало Гитлеру и Сталину. 20 августа Гитлер отправил в Москву телеграмму для господина Сталина, в которой сообщил, что он, Гитлер, искренне приветствует заключение пакта о ненападении с Советским Союзом. Далее фюрер сообщил Сталину, что напряженность между Германией и Польшей стала невыносимой, и кризис может разразиться в любой день. Поэтому нельзя терять время, и Советскому Союзу с Германией следует вступить в новую фазу отношений друг с другом. А для этого не позднее среды, 23 августа, желательно принять в Москве министра иностранных дел Германии Иахима фон Риббентропа. Окончательное бесповоротное решение заключить договор с Германией Сталин принял 17 августа. На заседании Политбюро Премудрый Иосиф обосновал необходимость предстоящего союза с Германией, опасности и выгоды его. В этом году присутствовали Молотов, Жданов, Калинин, Ворошилов, Каганович, Микоян и Шверник. Судя по журналу посетителей Креблевского кабинета Сталина, обсуждение продолжалось около трех часов. Серьезных возражений не последовало. В дальнейшем все участники этого совещания делали вид, что событие совершилось без них. 19 августа в том же кабинете Сталин, Молотов и Микоян редактировали текст советско-германского договора. После этого в Кремль был вызван германский посол граф Шоленбург, и ему был вручен проект договора, который вполне соответствовал германским пожеланиям. А затем в кабинет Сталина для проработки технических деталей и протокола предстоящей встречи с Риббентропом в Москве были приглашены секретарь Президиума Верховного Совета Горкин и посол Германии Шкварцев. Горкин пробыл в кабинете всего пять минут. Ему было дано задание подготовиться к ратификации предполагаемых документов. А посол Шкварцев, впервые увидев лицом к лицу вождя партии и государства, в течение 70 минут заметно волнуясь, Сначала рассказал все, что знал о личности и привычках Риббентропа, а далее подтверждал все оптимистические предположения Сталина и Молотова. Об оптимизме мы говорим без всякой иронии. Этот договор был жизненно необходим Советскому Союзу именно в августе 1939 года. 30 сентября 1938 года. Мюнхен. Западные державы предают Чехословакию. Но главный итог мюнхенского дележа в другом – полная изоляция Советского Союза. Что еще мог знать Сталин о встрече Гитлера и Чемберлина? 15 сентября 1938 года английский премьер прибыл в горную резиденцию Гитлера Берехтесгаден. Чемберлин призывал Гитлера к более тесному британо-германскому сотрудничеству, в котором Чехословакия послужила бы разменной монетой, а основным объектом агрессии должен был стать Советский Союз. 22 сентября 1938 года Чемберлин снова посетил Гитлера. Германский канцлер потребовал, чтобы 1 октября его войска вошли в Судетскую область. Чемберлин не возражал, но была еще и тайная встреча фюрера и британского премьера после подписания мюнхенских соглашений. Советская разведка об этом свидании сумела предоставить Сталину отчет, в котором были такие слова. Гитлер заверил Чемберлина, что после решения чехословацкой проблемы ничто не удержит его от разгрома Советского Союза и добавил, для нападения на СССР у нас достаточно самолетов, тем более что уже нет опасности базирования советских самолетов на чехословацких аэродромах. Понятно, что и на Западе, и на Востоке играли в одну и ту же игру, стремясь обеспечить собственную безопасность. Риббентруп прибыл в Москву на личном самолете Гитлера «Кондор». В ночь на 24 августа договор, который почему-то назвали «Пактом Молотов-Риббентруп», был подписан. Отчего так быстро? Почти мгновенно, при первом же свидании. Во-первых, потому что над его текстом работали лично Гитлер и Сталин. Во-вторых, тексты подписываемых документов уже были отшлифованы до полного взаимного согласия. И в-третьих, будущие союзники очень спешили. В Москве Риббентрупу и Молотову оставалось только поставить подписи, что они и сделали. И как позднее вспоминал Риббентруп, он чувствовал себя в Кремле, словно среди старых партийных товарищей. Утром, 24 августа, Европа была в шоке. Через день парламент Великобритании ратифицировал англо-польский договор о гарантиях. Еще через несколько дней Польша в резкой форме отказалась обсуждать с Германией проблему вольного немецкого города Данцига. Нападение Германии на Польшу стало неизбежным. У меня в руках английская полная хронология 20 века, фундаментальный труд по истории столетия. Здесь почти все события века. Почти я сказал, но когда, приближаясь к августу 1939 года, понимаешь, что это слово имеет очень большое значение. Например, авторы отмечают здесь, что в июне японцы блокировали британские концессии в китайском Тензине. Но здесь нет ни одного слова о том, что в августе 1939 года Советский Союз ввел полномасштабные боевые действия на реке Халфингол, что Красная Армия поначалу понесла очень большие потери в людях и технике. Особенно много было потери на самолетах. Что генерал Жуков, направленный в Монголию, только на 20 августа планировал масштабную наступательную операцию. И что в Кремле тогда не знали и не могли знать, перерастет ли этот конфликт в большую войну с Японией. В преддверии войны на Востоке Советский Союз, что вполне логично, добивался стабилизации на Западе. Когда Сталин понял, что Великобритания не обещает ему покоя, он нашел поддержку у Гитлера. В свете событий лета 1939 года советско-германский пакт, договор, конечно же, это большое достижение сталинской дипломатии, хотим мы этого сегодня или нет. А то, что случилось потом, 22 июня, так вечных пактов не бывает, они такие заключаются только на небесах. И Сталин, и Гитлер, и Черчилль прекрасно это понимали. Германия тайно готовилась к походу в Польшу. 15 августа последовала секретная отмена намеченного в Нюрнберге очередного съезда Национал-социалистской рабочей партии. Причем настолько секретная, что главный пропагандист, рейхсминистр Йозеф Геббельс продолжал подготовку к параду на Нюрнбергском стадионе, а об отмене съезда узнал только через 8 дней. На 26 августа было назначено германское наступление на Польшу. В первую половину месяца войска сосредотачивались на исходных рубежах. Немецкий генеральный штаб планировал начало войны неожиданными ударами двух крупных группировок юг и север с трех оперативных направлений. Основная цель, согласно записи выступления Гитлера 22 августа в дневнике начальника генерального штаба Франца Гальдера уничтожение Польши, ликвидация ее живой силы. Речь идет не о выходе на какой-то рубеж или новую границу, а об уничтожении противника, к чему следует неуклонно стремиться любыми путями. Средства любые. Победителя никогда не судят и не спрашивают, были ли выдвигаемые им причины оправданы. Поэтому речь идет не о том, чтобы иметь на своей стороне справедливость, а исключительно о победе. Муссолини был любезно извещен о предстоящей войне. Это ошеломило Дуччи. Он заявил, что ему нужен еще хотя бы один спокойный год на перевооружение Италии. Но когда министр иностранных дел и зять Муссолини, граф Галлиатса Чиана, сообщил об этом своему германскому коллеге Риббентропу, последний высокомерно заявил, нам вашей помощи не нужно. Чиана просто ответил, это покажет будущее. Кто из двух министров Германии и Италии оказался прав в этом споре, ответить непросто. Из того, что мы знаем о дальнейшем ходе войны, ясно, что всякое участие Италии в военных действиях было тяжким временем для Германии. Немцам немедленно приходилось перебрасывать силы и средства, чтобы поддержать на плаву своих итальянских союзников. В стратегическом смысле Италии, видимо, нужно было держать дружественной Германии нейтралитет. И еще одно, я хотел бы обратить внимание зрителей. Какое-то необыкновенное дружелюбие Гитлера по отношению к Муссолини и всегда во вред Германии, кстати. У фюрера, видимо, было мало друзей, и он дорожил каждому из них. 25 августа. Гитлер в 15.00 отдал приказ о начале вторжения в Польшу ранним утром следующего дня. Военная машина вермахта медленно двинулась к исходным для атак рубежам. В 19.30 этого же дня приказ о начале военных действий был Гитлером отменен. Армия Германии к концу лета 1939 года была самой современной в Европе. Особенно заметным стала германская превосходство в тактическом использовании самолетов и танков. Гитлер всегда в нарушении всех международных договоров стремился к перевооружению Германии. Но необходимо заметить, что не он первым проигнорировал статьи Версальского договора о постепенном разоружении. Этот договор был нарушен всеми подписавшими его державами. В итоге, уже к 1933 году, году прихода Гитлера к власти, даже соседние с Германией Польша и Чехословакия имели более мощные вооруженные силы, чем Германия, не говоря уже о Франции и Великобритании. Несмотря на отмену Гитлером приказы о начале наступления на Польшу 26 августа, война в Европе вполне могла начаться в этот субботний день. Утром начальнику германского генштаба Гальдеру донесли из 10-й армии о том, что в польском тылу ведется интенсивная стрельба, а в 6 часов 30 минут отмечены 3 мощных взрыва на Яблунковском перевале. Это немецкие диверсанты под командованием Альберта Герцнера вот снимок этого подразделения накануне вторжения в Польшу. Не успели получить сообщение об отмене нападения и в соответствии с поставленной задачей скрытно пересекли германно-польскую границу, захватили стратегически важный Яблунковский перевал и блокировали железнодорожный узел. 4 часа продолжался бой. Альберт Герцнер удерживал перевал, а затем отступил на немецкую территорию. Интересно, что поляки не извлекли урока из этой преждевременной акции. И в ночь на 1 сентября то же самое подразделение немецких диверсантов вновь захватит важный перевал, железнодорожный туннель, соединяющий долины рек Вага и Одра. А 26 августа у немцев была всего лишь удачная репетиция. Мало кто знал тогда и о событии 27 августа. На авиационном полигоне в Рехлине стартовал в небо первый в мире реактивный самолет Хейнкель 178. Гитлер был в восторге, но руководство Люфтваффе не проявило к реактивным машинам никакого интереса. Эта недальновидность Геринга, Мильха и Удета значительно замедлила развитие реактивной авиации Германии. Перед историками всегда будет стоять очень важный и, вероятно, вечный вопрос. Кого западные союзники летом 1939 года опасались больше всего? Гитлера или Сталина? Кого они стремились сокрушить вплоть до конца лета 1939 года? Германию или Советский Союз? Пока они гадали, выбирали, исчезла последняя возможность создания системы коллективной безопасности в Европе. А Гитлер и Сталин оказались целенаправленнее, энергичнее и дальновиднее западных лидеров. Уинстон Черчилль так оценил действия британского правительства после того, как оно отвергло помощь Советской России. Когда все эти преимущества и вся эта помощь были потеряны и отброшены, Англия, ведя за собой Францию, выступила с гарантией целостности Польши. Той самой Польши, которая всего полгода назад с жадностью Гиены приняла участие в ограблении и уничтожении Чехословатского государства, напав на него вместе с Германией. Было принято решение в наихудший момент и на наихудшей основе, решение, которое, несомненно, должно было привести к истреблению десятков миллионов людей. Кажется, что в послевоенные годы масштабный конфликт из-за Данцига и польского коридора Черчилль считал неосмотрительным и безрассудным. Так, может быть, лучше было бы предложить Польше вернуть Данциг к Германии? 28 августа в имперской канцелярии Гитлер встретился с депутатами Рейхстага и руководящими партийными деятелями. Восточный вопрос будет так или иначе решен. Минимальные требования возвращения Данцига и предоставления коридора к нему максимальные в зависимости от складывающейся военной обстановки. Если наши минимальные требования не будут удовлетворены, тогда война. Самая жестокая. И он, Гитлер, будет в первых рядах германских солдат. В последний день августа 1939 года о минимальных требованиях речь уже не шла. Не оставалось и места для иллюзий. В Берлине и Москве, Лондоне, Париже, Риме и Варшаве знали о начале войны. В 6 часов 30 минут утра начальник германского генерального штаба сухопутных сил Гальдер получил сообщение о том, что Гитлер подписал директиву номер 1 приказ о начале наступления на Польшу 1 сентября. В Париже продолжалась начатая в предыдущий день эвакуация детей. Детей и женщин из Лондона увозили в сельские районы Англии. Вячеслав Молотов на заседании Верховного Совета СССР обратился к депутатам с предложением ратифицировать советско-германский договор. Депутаты единогласно его одобрили. А вечером того же дня, в четверг 31 августа 1939 года, Риббентроп, верный своему союзническому долгу, проинформировал Сталина о начале вторжения в Польшу. Последними словами его телеграммы были «Германская армия выступила в поход». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова